Всем привет! Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами поговорим о том, как евросообщество нагнуло Германию, причем настолько позорно, что нормально на это никак не получается отреагировать. О чем я говорю? Европейский суд по правам человека вынес приговор, на основании которого немецкое государство обязано выплатить морального ущерба в размере 8 тысяч евро сирийцу, депортированному 6 лет назад из Германии. В чем дело, в принципе? 31-летний, пардон, сириец, он родился в 93 году, в 2018 году из Греции, попав туда как беженец, решил перебраться поближе к маме Меркель и рванул в Германию. Но попал на немецких полицейских на границе, они спросили его, кто ты такой, что тебе тут надо. Он единственное слово сказал, Germany Merkel, Merkel Germany. Они его просто-напросто развернули с 180 градусов, дали ему, дипломатически выражаясь, пинка под зад и отправили его в Грецию. То есть выдворили его без суда и следствия, несмотря на то, что он кричал, что «Азюль, Азюль, Азюль», ну в смысле убежище. В Греции он, повернувшись туда, два месяца провел в лагере для перемещенных лиц. Узнавали его личные данные, проверяли, кто он такой, естественно, ему это сильно не понравилось, молодой, горячий, башка кипит. Через несколько лет он подал в суд на правительство Греции за то, что оно с ним разговаривало неподобающим образом. И вот сейчас Европейский суд по правам человека, собрав целый том по делу этого бедного сирийца, приговорил Грецию выплатить этому бедному сирийцу неустойки за нанесение морального ущерба, за нанесение, скажем так, психологической травмы 6,5 тысяч евро. Немцы так подумали, ха-ха-ха, вот этим грекам вляпали. Но тут же следующим пунктом в приговоре этого же суда гласило, что Германия, так как они не хотели его принимать, и даже пускай на временное жительство, чтобы хотя бы разобраться с этим человеком, что он хочет, может быть действительно какая-то психологическая травма и т.д. и т.д. и т.д. «Обязано выплатить этому сирийцу 8 тысяч евро за нанесение психологической и моральной травмы». Но тут немецкое правительство подумало, почесав себе репу. «Что за хрня такая, а?» – подумало немецкое правительство. Единственный из всех немецких политиков, который возмутился против этого абсурдного решения Европейского суда по правам человека, оказался Йоахим Херман, министр внутренних дел земли Бавария. Он так и сказал, до какого абсурда довели жизнь в Евросообществе, что мы должны платить какому-то беглецу, непонятно, может быть он террорист, может быть он боевик, может быть он непонятно кто, 8 тысяч за моральный ущерб только потому, что он был депортирован согласно Дублинского соглашения с территорией Германии. Естественно, Германия подала апелляцию в этот суд. Посмотрим через несколько месяцев, а может быть через несколько лет, чем это завершится. Могу вам сразу сказать, что Нэнси Фезер сказала бы, да фиг с ними, с теми деньгами, отдадим и пусть забыли все. У нас вон своих афганцев, которых нужно выдворять, нужно каждому платить по тысяче. Вот плати со своих денег, дорогуша, со своих денег плати. Если ты согласна этому сирийцу заплатить, плати со своего пенсиона, скажем так. У тебя же пенсион, когда ты выйдешь, скажем так, покинешь кресло министра внутренних дел Германии, будет наверное тысяч 12-13. Ну если не можешь сразу выплатить ему 8 тысяч, плати кредитом хотя бы по 2 тысячи в месяц. 4 месяца, все и ты свободна, душа чистая, гуляй душа, пой песни. Но почему? Вот вопрос, почему? И вот я не думаю, что это не обошлось без подачи Урсулы Фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии. Не важно по каким абсурдным делам, она просто председатель Еврокомиссии. Чем занимается эта Еврокомиссия? Она сует свой нос в чужие грязные кучки, вынюхивая в этих кучках что-нибудь полезное, что еще желудок не смог переварить и, хватаясь за вот эту вот ерунду, раздувает из этой ерунды, как из мухи слона, что-то непонятное, огромное, громоздкое и вонючее. Вот один из примеров этой вонючести от Еврокомиссии и Европейского суда по правам человека. Требование на основании приговора, вынесенного этим судом, заплатить какому-то, ну не знаю, не будем называть, хорошо, не будем называть его террористом. Может быть он в душе художник, а поэт, он в душе поэт. Заплатить какому-то сирийскому поэту, депортированному с территории Германии, 8 тысяч евро, просто так. Вы знаете, что это за собой может повлечь? Все вот эти 28 афганцев, которые с помпой в конце августа депортировали из Германии, и Нэнси Фезер заявила о том, что мы их выдворили, это, как она сказала, хохкриминели, то есть очень опасные преступники, обратно на родину, заплатив каждому по тысяче евро. Потому что они и согласились поехать, потому что в ихних афганских деньгах, это, ох, офигеть, какие огромные деньги. Сейчас ребята себе бороды перекрасят, шрамов на мордах понаделают, паспорта новые купят и приедут в Германию опять. Вот этот же Талибан сказал, что они нормальные люди, их родственники подписали бумажки о том, что они больше не будут. Вот, все, Талибан их оправдал, высококриминальных элементов, бандитов, уголовников, он их оправдал. То есть получается, что они опять через Таджикистан, через Россию, через Белоруссию могут рвануть сюда опять в Германию за очередной пайкой, за очередной порцайкой денег. Действительно абсурд, как сказал Йохим Херман. Вот человек, которого можно уважать. Член партии ЦСУ, ХСС. Член баварской партии. Действительно этого человека можно уважать. Он думает не только за себя, он думает за Баварию, он думает за страну. И в то время, когда он это сказал, возмутившись вот этим абсурдным приговором Европейского суда по правам человека, Нэнси Фезер что-то как-то, она, блин, осталась в стороне. Промолчала. Не, она, наверное, подумала, ну раз Херман сказал, то что я буду влезать. А вот как раз нет. Ты как главный министр внутренних дел всей страны, он же земельный министр внутренних дел, а ты министр внутренних дел всей Германии. Могла бы заявить и сказать, Урсула, ты что-то совсем офигела что ли? А ну-ка, блин, своих этих судебных прижми там на место. А пухли, блин. Это нелегал. Это бандит. Да не важно, сегодня каждый второй бандит, блин. Каждый второй, который лезет сюда нелегал, это бандит, уголовник, убийца, насильник, блин, террорист. Давайте будем называть вещи своими именами. И вот тут нашелся один, которого депортировали, но он нашелся с головой и с мозгами. А может кто-то ему помог. И получилось так, что Европейский суд приговорил Германию к выплате неустойки. А если этот долбанный суд, извините за выражение другого слова, не находится, приговорит Германию выплачивать каждому такому депортированному нелегалу хотя бы по 5 тысяч евро. Получается, что тогда? Получается, что Германия скажет, да идите вы в задницу, пусть лучше они к нам сюда приезжают. Мы их найдем где расселить. Найдем где их расселить. Мы не будем им платить такие деньги. Мы им будем платить по 100 евро в месяц. 5 лет. А потом будут выдворять. В принципе тоже неплохо. Но зачем платить им 5 лет по 100 евро в месяц? Раз уже не приехали, то дайте им бицалькарту, на эту карту положите им 50 евро. И скажите, вот тебе, дружочек, пойдем по правилам, по стопам Чехии. Три месяца на адаптацию, а через три месяца или ты работаешь, или ты лапу сосешь, как видмедь в берлоге. Не нравится? Что там? Дипломат? Аэропорт? Афганистан? Или Сирия? Или Тунис? Или Марокко? Или еще что-то? Или Сенегал? Почему-то на Чехию никто не наезжает. Против Польши дергаются. Но там свои какие-то замутки, там Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск что-то свое мутят. С одной стороны, вроде бы Польша закрывает границу и не хочет вообще нелегалов, принимателей, всех вот этих мигрантов, транзитирующих через территорию Польши, паразитирующих на теле Германии. А с другой стороны, вроде бы Урсула фон дер Ляйен довольна тем, что делает правительство Польши. Как-то вот странно, что-то не укладывается о голове. Вроде бы и да, и вроде бы нет. А тут вроде бы черное, а на самом деле оно белое. Или наоборот. Странные вот эти политики, странные вот эти вот сегодня у нас какие-то европейские законы, вот эти вот принятия всех этих решений, которые ну вообще никак не состыковываются со здравым смыслом. Вообще по нулям. По нулям. Это же получается, что действительно каждый такой вот уголовник или террорист или насильник, приехав сюда в Германию и получив отказ на границе, сможет тут же повернуться обратно, подать заявление на то, что его жестоко оскорбили, нанеся психологическую и моральную травму. Почему? Кто оскорбил? Немецкие полицейские. Почему? А я хотел записаться к ним мигрантам. Они сказали, иди отседова. Все, подаем дело в Европейский суд по правам человека. Уж он-то им задаст. И все. И вот он потом, этот бандит, будет несколько месяцев, может быть полгода или год, сидеть в каком-нибудь лагере для временно перемещенных, жрать от пуза, жить на деньги налогоплательщиков и достигнет того, что действительно суд признает его правомочным получить неустойку с государства, которое ему отказало в выдаче статуса беженца. Полнейший абсурд. Вот действительно, полнейший абсурд. Да. Ну что ж, высказывайте свое мнение. Может у кого есть лишние деньги, так давайте сразу соберем специально какую-то кубышечку эти деньги, выйдем на границу и всем этим нелегалам под расписку будем раздавать, чтобы только они в Германию не приезжали. Наберем какой-нибудь фонд, допустим, в миллион евро. Мы же можем, мы же в состоянии со своего кармана, раз наше правительство настолько некомпетентное в своих обязанностях, что мы сами простые люди, соберем деньги, выйдем на границу, станем рядом с полицейскими и каждого нелегала, которого они будут разворачивать обратно, а он будет возмущаться, будем говорить, «Слышь, мужик, вот под расписку мы тебе даем 1000 евро, но ты пишешь расписку в том, что ты получил эти деньги и обязуешься впредь до гробовой доски или там до белого савана, что у вас там по религии идет, больше не пытаться заехать на территорию Германии, как мигрант, как нелегал или еще что-то. Подписал, получил, проваливай». Вот и все. В общем, анализируйте все, что вы увидели, услышали, высказывайте свое мнение и, конечно, не забывайте о том, что я вам всегда говорю, не болейте, всем удачи, пока.